Всем привет, ребята, с вами Андрей Чент, и да, это обмен домами. Разные семьи, разные истории, меняемся хатами и смотрим, что из этого получается. С радостью читаю ваши комментарии, а также подписывайтесь на наш семейный канал, который мы ведем с женой, ссылочка находится в описании. Доброе, позитивное, веселое вложик, и там вас ждут. Ну чё, ребята, меньше слов ближе к делу? Поехали! Так, давайте знакомиться. Челябинская область. За широкими лесами, за высокими горами, ни на небе на земле живет семья. Семья Бояринцевых в одном селе. Добрый молодец Иван, 48 лет, отроду, 35... Ну, нормальная фамилия, Боярин, прям Иван. ...девица Алёна и их дети мал-мала-меньше. Иван, Екатерина, Кузьма, Аким и Ана. Пять детей. Мы семья Бояринцевых. Ооо, это будет весело. В 105 километрах от Челябинска. Ну, это прям деревня. От нашего участка начинаются горы. Это уральские горы. Я 10 лет искал место, где остановиться, где жить для души. 9 лет назад мы нашли вот этот участок. Он был совершенно голый. Начали строиться. Отстроились бояринцы мы с боярским размахом. На 20... Не, ну слушайте, я скажу так. А построились тут так хорошо. В 10 сотках два дома деревянных. Один словно терем расписной. 200 метров площади. С гостиной, русской печью, кухней и спальней. Неплохо. Второй поменьше для гостей из ванных. А также три бани, два эпидомика и собственный пруд. Стоит такое великолепие целый сундук золота. Или 5 миллионов рублей. Ну, недорого, скажем так. Ну, это ясно, что это не дом хай-теки. Во-вторых, построено далеко от больших городов. То есть земля недорогая. Муку сеем, хлеб будет черный солодом. Поднимется и будем выпекать. Сейчас замесим, он будет. А у вас это староверы вы или что? Комбайн это вообще, нах... Палка! По профессии я стоматолог. Работала только будучи интерном. Вышла замуж 22 года. И с тех пор я домохозяйка. Вообще я ее с 18 лет воспитываю под себя. Детей тоже воспитали под себя. Пригожими, доработящими. Где-то с 2-3 лет дети у нас научаются топить печку, собирать грибы, ловить рыбу. С голода не сдохну, да? Сам же Иван родом из города Уездного. И полжизни своей занимался купеческими делами. То есть коммерцией. 25 лет я вел свадьбы. Рекламой занимался. Но все это надоело. Серьезно? Там адоль был? Закрутим, чтобы он снизу поднялся. Запарили Ивана привередливые заказчики. И поменял он образ жизни. Сам стал парить кого угодно от всей широкой русской души. И я понял, что баня намного интереснее для меня. Она более по душе. Здесь люди трезвые. Это кайф. Баня – это часть жизни. Это то, чем я живу. Баня так увлекла Ивана, что он стал главным банщиком. Знаете, это прям такой настоящий русский мужик. Такой внешне всего. Иван зовут. ...черком государства российского. Со всех концов света съезжаются к нему, чтобы парку поддал, да веником оприходовал. Теперь я президент Банного Союза. Интенсивными движениями. То есть раз оттуда и вытаскиваешь. Тренинги, которые я провожу, это в первую очередь обучение банному мастерству. Но так как парить людям практически негде, то приходится учить сразу и строить баню. Вот это вот прикольный формат слива самой этой бочки. Потому что когда себя переворачиваешь, я думаю, кто такое делал, часто вода как-то перелетает, хрен пойми куда. А когда прям снизу выливается, это очень круто. Он и в деревне бизнесмен. Тем более, что семейный подряд безропотно трудится во благо общего дела. У нас всегда гости. Их надо всех встречать, сводить в баню, накормить, уложить, спать. Я тоже баню люблю. Брать, постирать. Работаю весь день. А главное, выпроводить на следующее утро, иначе будет перенаселение. А Иван борется с перенаселением по-своему. Каждое утро берет лопату и строит новые дома для гостей. И семья отдыхать не дает. Встаю я около 9 утра. А у мужика пошел бизнес. Работаю до 2-х, до 3-х утра. Бетон, значит, понедельник. А блоки я закажу, да. Все нормально. Мечтаем брать от 40 гектара и далее. И заниматься большим проектом. Это будет музей крестьянского быта. Это меня пугает. Того, что мы сейчас имеем, для семьи достаточно. Я боюсь того, что у нас уже нет... Он хочет 40 гектар. А нам они нужны. То есть жить ради работы я не согласна. Сегодня концерт очень интересный в Челябинске. Может, поедем? Ну, не, а ты что, вот этого не видишь, что ли? Или мы живем по городским идеям, да, и бегаем по концертам. Либо мы живем по деревенским. Последний раз на концерте я была уже лет 15 назад. И дети вторят маме Аленушке. Нет, конечно. Ну, видно, что здесь Иван главный в семье. Жена так, ну, ладно, поняла. Видно, что она замученная. Хотела бы какой-то жизни, но... Им дома нравится, но иногда хочется на волю. Папа, давай поедем на Красное море. Ты где такое взяла вообще Красное море? А папа за все, за это должен платить, да? Ну, я хотела бы убедить... А кто должен? Сосед! ...с помощью этого проекта Ивана в том, что нужно часть заработка тратить на путешествия. Нам нужно отдыхать, радоваться жизни. То есть этому тоже нужно уделять время. Согласен. Проект «Обмен домами» — это возможность убедить Ивана, что нужно не только стройку расширять, но и кругозор, а также отдыхать самому и семье своей давать. И тут деревня. А это семья Муленковых. 33-летний Дмитрий... Это у вас такой маленький дом? Со стиралкой на улице? 58-летняя Алина и их дети. Старшему Святославу 4, а маленькой 9... Ну ладно, да, там, получается, живут шикарно, по факту, хоть и в деревне, а тут что-то прямо смотрю вообще. Всего полтора годика. Мы семья Муленковых. И мы живем в экопоселении Ставропольского края. Я считаю, что в городе жить невозможно. Решили найти себе уютный уголок, жить на природе... Невозможно в городе жить, согласен. ...с животными растениями, поэтому мы здесь. А перебрались Муленковы в Ставропольский край из холодного Санкт-Петербурга, где они оба жили до знакомства друг с другом. Познакомились мы в интернете, зашел я на сайт, ну, увидел фотку девушки, завязался разговор. После чего Алина предложила мне сходить на классический концерт в Петербурге. Классический концерт. Когда дошло дело до серьезных отношений, Дима предложил жить на природе, что, конечно, меня повергло в шок. Ну, я согласилась. Я чисто городской человек, я выросла в Петербурге, и я не видела свою жизнь без города на тот момент. Но с милым рай и в шалаше, и в эко-поселении. Свидетельство пламенной любви. Поэтому Алина помахала рукой родному городу и стала колесить с любимым по стране в поисках идеального места для жизни. У нас до этого была машина легковая. Мы продали эту машину, купили внедорожник большой. И полгода ребята колесили по стране, пока не нашли то, что искали. Мы проехали полуроссии, нашли свое место, строим теперь здесь свое пространство любви. Пока пространство любви совсем... Ну, это какая-то бытовка без обид, ну, как-то и дом громко сказан, он как-то стоит, сделанный из ОСБ плит. Большое и не ахти какое красивое. Всего 60 квадратных... Бля, ну такое щелями. А как там зимой? Это ж холодно. Не, ну внутри еще как-то, смотрите, какой-то еще потолок такой, как будто небо. А также большая экологически чистая территория вокруг. Не, я думал, будет хуже, вы знаете. Как-то снаружи смотришь на дом, как-то думаешь, боже мой, а внутри... Я вам так скажу, чендерским так взором очень даже и неплохо. Все это стоит 700 тысяч рублей. Сейчас туалет у нас пока на улице. Это все, это сразу минус. Вот мне шо-шо, хоть кровать без там рамы, чисто матрас на полу, но параша должна быть в доме. Вот туалет на улице, это для меня, это одно из самых таких неприятных моментов. Но хотя бы давайте так. Плюс в том, что на картонах не сидишь. Душ летом мы принимаем интересным способом. Тоже на улице. А зимой? В тазике в доме, судя по всему, да? Зато Муленковы ведут здоровый и экологически чистый образ жизни. Электричества в поселении нет, поэтому установили солнечную батарею. Но батарея тоже оказалась сторонницей экологии и работает через пень-колоду. Ой, не хватает солнечных батарей на холодильник, приходится продукты в шкафчике держать. А воду в канистрах. Но участки воды нет и приходится привозить... Серьезно, а в чем проблема-то? Ну, она была больше панелей, я не знаю. Во-первых, аккумуляторы у чувака странные. Ну, это дешевый вариант, когда ты используешь такие автомобильные... ...и из колодца неподалеку. Добавляем закваску и муку. Вот и весь бездрожжевой хлеб, который делаем дома. Особенно зимой, когда в магазин трудно проехать по нашей дороге. То есть только на свет хватает, да? ...эко-жизнь на курьих ножках дается непросто. Но она отчаянно пытается прорастить зернышко их... Хотя, если честно, холодильник прям не жрет аж какие-то колоссальные киловатты. Холодильнику там, если не ошибаюсь... Блин, ну 150 ватт, по-моему. 200. Ну, это как две обычных лампочки старых таких советских. ...без воды и электричества. Я занимаюсь детьми, огородом. Я никогда не имела дело с землей, а здесь у меня прямо энтузиазм. Лунку делаем. Так, и поливаю вон. Будем ждать урожая. Это у вас огород? И на дождь надеяться, да? Одна надеяться. Огород в бурьяне? Боже мой, ну... Сейчас, наверное, все, кто живут в лесу... Ой, в лесу, господи, в селе... Такие... Меня за мамка за это по жопе бы дала. Ну, серьезно? Вот так вот выворачиваете? А это огород? ...внежда на дождь и на благосклонность природы. Судя по огороду, из Алины такая же хозяйка, как и с Дмитрия Строитель. Абсолютно согласен. Вот прям где-то, наверное, они похожи. Где-то тут очень хорошо. Можно посмотреть на букашек, бабочек. Здесь жизнь совсем другая по сравнению с городом, где беготня, суетня. А тут никакой суетни. Правда, единственный заработок Муленковых — это что-то починить. Или поколоть дрова соседям. Там есть дома посимпатичнее. Пока все деньги, которые Муленковым посылает вселенная и соседи, идут на покупку стройматериалов для дома. Вселенная не слишком щедра, и стройка движется очень медленно. Мы ожидаем того, что наша тягомотина превратится в какую-то сказку. Алина надеется, что проект «Обмен домами» убедит Дмитрия, что даже будучи романтиком, можно жить с душем и туалетом в доме. Ну да, такие себе условия. По правилам проекта две семьи меняются домами и образом. Мне нравится, что мы надеемся, что все станет лучше. А что ты для этого делаешь? Ну, я могу не для денег. Просто надо ждать, и все придет. Ну, понятно. Бытовыми проблемами и даже способами отдыха. А также оставляют друг другу сумму денег на три дня, которые обычно тратят за это время сами. Нам надо решить, сколько денег оставлять. Хотя бы тысячу. Вот смотри, вот они придут к нам в магазин. Чего они смогут купить? Сосиски, шоколадки. Мясо в холодильнике. Шоколад в шкафу. В погреб спустись, еды море ума. А, я думал, что он сейчас скажет больше, а это косарь, скалату, скажет, даже и денег не надо. Там и готовая еда стоит. Ну, все равно люди приезжают в гости. Слушай, у нас каждый день приезжают гости. Ни разу в магазине не появляются. Я считаю, что им деньги просто некуда девать. Ты приезжаешь, и тебе хочется куда-нибудь съездить, в какое-нибудь кино или куда-нибудь... Какое кино у нас в деревне? Ну, я считаю, что три дня переживут. Пережить можно. Чем ответят мулинковы? Ну, я предлагаю три тысячи им оставить. Где потратить-то можно эти деньги? А вдруг захотят что-нибудь посмотреть, там, до магазина. А вдруг захотят мяса. Ну, тогда пойдут к соседям, да поработают. Ну, все-таки без денег оставлять людей нехорошо. Давай две с половиной хотя бы оставим. Пусть поработают у соседей. Не знаю, как считаешь? Сами разбираться. Прям вижу, что там, что там. Рады гостям. Бинго. Ну, как минимум, с точки зрения щедрости, обе семьи равны. А чтобы дома вернулись к владельцам в исходном состоянии, а гости смогли прочувствовать чужую жизнь... Не, ну ладно. Там, где, вот, в общем-то, дед и пять детей, я понимаю, как на ноль прожить. Там огород есть. Ну, там попакивает тем, что там есть деньги. Точнее, еда. А здесь, где еду брать? У вас даже холодильника нету. Что им жрать придется, я понять не могу. С вашего огорода, то, что вы там какой-то кабачок полили, и то не факт. Бурьян. Бурьян. А в качестве доказательства их выполнения фотоотчет. Правило, сфотографируем. Участок нужно чистить. А у них пять детей. Рядом с нашим домом есть сад, которым мы занимаемся ежедневно. Нужно очистить участок наш от колючего черновника. Давай следующий. В нашем доме питается правильно. Хлеб печет мама. Да, мы не едим продукты, которые хранятся в холодильнике. Это вредно. Рецепт на кухне. Поэтому у нас нет холодильника. В нашем доме нет постоянного заработка, но можно заработать у соседей. Давай к печке, я сфотографирую для правил. Хлеб. В нашем доме готовят и спят на печи. Хорошо? Хорошо. Где готовят, там и спят. Так, второе правило. На печи. В нашем доме проходят курсы по банному мастерству. Проводит их папа, а мама готовит еду для гостей. Видеокурс в планшете. Пусть учатся. Да, давай. В нашем доме есть два апидомика. Мы регулярно качаем мед. Все будет понятно. Надеюсь. Наивный Иван не догадывается, какой мастер на селонке скоро заедет в его дом. Правила готовы? Оставляем. И в путь. Надо собираться. Хотели бы попасть в какой-нибудь умный дом? Допустим, свет включается по щелчку. Да, да, да. Ты подходишь к Раковине, включается вода. Необычная планировка. Но это ты уже описал формат торгового центра. Когда ты подходишь к Раковине, включается вода. Если честно, редко вообще замечал, чтобы в домах такая функция стала. Потому что тебе нужно где-то временами отрегулировать температуру. То прохладную, то горячую. Вот в торговом центре такое бывает. Причем часто там руки сушат себя. Может быть, с необычным ландшафтом придомным. Ой-ой-ой. То ехать в Финляндию на рыбалку. Вот будет это дом или яхта. Точно не квартира. Вот квартиру не переношу вообще в принципе. Дом или яхта. Я мечтаю оказаться в Европе. Побывать и идти. Ой, вы такие прям все считаете, что живете так бедно. В аятрах оперных, на концертах. Ага, в Европе. Пожелания выслушаны. Бояринцевы едут искать оперу в Ставропольском лесу, Амулинковы на Южный Урал в деревню Тыилга Челябинской области. Добро пожаловать в новый дом. Неожиданный цвет. Нет, мы вообще вляпались. Италия. Бунгало. Папандос. Открыто. Как у нас. А может кто в сленге разбирается? То, что вот мы заходим в дом и дверь открыта, мы так же живем. То есть у нас тоже дверь никогда не закрывается. Там дворы не ходят. Твою дивизию. Слушай, ну у нас-то прямо вообще рай. Давай так, из вкусов. Здесь тепло. Меня это радует. Да, здесь тепло. Выживем как-нибудь. Смотри на хозяев. О, так они молоденькие совсем, ребята. Совсем молодые. Красавцы. Детей как минимум двое. Может, года два и года четыре. О, шкафчик, шкафчик. Это совсем не нужно. Овощи есть. А холодильник? Момендорные. Даже арбуз. Арбуз это кваска. Яйца есть. Вау. Да, да, яйца. Закваска есть. Будем печь хлеб. Газ есть, мы выжимем. Так, а духовки-то нет. А как печь? Вот так. А-а. О. Приятного аппетита. Нам тоже оставили хлебушек. Да. Кухня очень маленькая. Видно, что это временный какой-то вариант. Но, как известно, нет ничего более постоянного, нежели временные трудности. Согласен. Короче, я что-то не понял, где холодильник. Самое печальное, что нет воды из крана. Для нас, когда вам нет воды, это капастрофа. Бля, ни воды, ни холодильника, ни сральника. Не жалко хозяйку дома, что не приходится с этим справляться каждый день. Хотя странно, дом сделали как-то еще, старались сделать по красоте. В чем проблема была поставить сральника в доме? Я вот, хотя воды ж нету, куда срать, да? Чем смывать? Вода, я тебя узнаю, вода. Ну, я не знаю. Как минимум вскипятил бы. Нет, ты прикинь. Самое главное, что они его сюда перли. А, кстати, да. Это вот по этой дороге вот. Ничего удивительного. Петербуржцы и в лесу петербуржцы. Без воды жить могут, а без пианино нет. Согласен. Хотя бы есть стол, есть книги. Принтер есть, компьютера нет. Принтер есть, компьютера нет. Краны есть, воды нет. Полная гармония. Ёшкин кот, у нас есть ванна. Народ. Очень странно. Воды нет вообще. Вообще нет. Вот реально очень все странно. Ванна есть, воды нет. Куда это все смывается? Если это куда-то смывается, почему сральника нет? Ну, вообще какой-то нелогичный дом. Вот прям видно, что он такой строитель, и он еще помогает постройке кому-то. На кой ляд в ванна, в которой нет воды? И на кой хрен забираться в лес, чтобы потом дышать уизбишкой? Фенолом, блин. Экологи. Это, конечно, жесть. При температуре 62-65 градусов рядом с печкой, вот этот клей, он начнет фенолить и начнет попадать в легкие детям. Да, неприятно. Головная боль неизбежна. Чувствуется, что люди-то как бы вот наши, но, блин, как это все безумно сделано. Какие-то рукожопые, да? Ты заметила, да, что туалета в доме нет? Это тоже грустно. У них есть стиральная машина. Мне кажется, она не работает. Это дождевой сюда стекает. Жена, я нашел туалет. Жесть. Ой, ёк, коронный баба. Ну, нахер его так высоко задирать было, а? Вон, а в чем дело, чтобы не копать. Они туда ведро подставляют. Вопрос дня. Найдет ли Иван что-нибудь в этом доме, что его устроит? Прут. Дождевая. Да, вот дождевая, вот эта вот... Бля, туда реально, если упадешь и не вылезешь. Все, что они собирают. Едить, колотить. А что это за яма? Ну, дружить надо с головой. Конфигурация пруда, она такая, что если ребенок туда, не дай бог, наверняется, то он уже оттуда не выберется. Согласен. Просто не безопасно. Горе хозяева дружат. Вообще, что это за яма? Это они такую вырыли, потому что непонятно. С экологией. На дружбу с головой их уже не хватает. Не, ну смотри. Чего здесь нет? Ничего здесь нет. Где виноград? Воды нет, потому нет винограда. Знаете, вот вроде этот мужик Иван с деревней, но какой-то... Ну, правильно, он понимает. А там какие-то вообще отдаленные. Короче, нет воды, нет жизни. Какого фига здесь делать, если здесь нет воды? Вот если бы мы 9 лет назад вместо деревни выбрали поселение, мы бы сейчас жили примерно так же. Шикарная идея с поместьем. Опошливается постепенно вот такими неудачными примерами. А вот это что такое? Вот это выгребная яма? Ну, если да. Что? Знакомься, до меня доперло. Что? Холодильник. А-а-а. Сыр! Сыр! Сырный продукт. Серьезно? Это холодильник. Так там все равно тут тепло будет. Это жесть. Просто кошмар какой-то. Во! Здесь грядки. Не наступить бы. Оно тут единственное. Классический пример бездумного хозяйствования, когда ты живешь на земле, и ты в это время сидишь в прогулоке. То есть люди явно хотели сделать пермакультурное земледелие, но столкнулись с тем, что здесь все высыхает. Те 20 помидорок, которые мы нашли на грядке, это единственное, что выросло на этом огороде. Тут нет ничего, что можно было бы назвать нормально построенным. Зато розы. Зато розы. Такие подвявшие розы. Мулинковы, между тем, добрались до тылги. Пойдем посмотрим. Жаль. Конечно, бывает смотришь на таких хозяев, которые такое строят. Блин, жили в Питере. По факту, ну, блин, живут как бомжи, без обид. Причем ничего не доведено до ума. Мне кажется, первое, когда ты приезжаешь в такое вот поселение, должно быть электричество и вода. Вот без этого, ну, нормальной жизни не будет. Э, только для собаки. Ха, такая большая. Пошли посмотрим. Может, это домик? Это вагончик какой-то. Я думаю, это баня, но не похоже. Ну, явно здесь спать. Так себе хозяин, конечно. Печки нету. Показалось, что это просто туалет. Я подумала, что это домик рыбака. Это соты. Ну, смотри, тут они держат для пчел мед. А зачем спать рядом с сотами? Караулить пчел? Наверное, может, переезжают вместе с ним. Вообще-то есть, по-моему, такая, не знаю, лечение пчелами, когда-то влажаться с пчелами, вместе спать ставят. А может, пчелы здесь загульные, и их нужно охранять, чтобы к соседу не улетели? Что еще есть? Во втором то же самое? По одному мужу, в другом жена. Березки, сосны. Северный климен, да. Ну что ж. Я помню, когда был у Яныка в его резиденции, где он раньше жил, у него тоже такая была фишка, помещение, где вот залазишь в такую капсулу, а вокруг улей тебя, и там рассказывали, что когда пчелы жужжат, там как-то это очень влияет положительно на здоровье. Смотри, смотри. Ой, какой мишка белый, какой милый мишка. Привет. Ты он уже чешеный? Хозпостройка, да, какая-то? Ну что, все хозпостройка? Смотри, Абасин, они еще и рыбачат, наверное, тут. Ну, смотри, там горка есть. Ты, наверное, с бани, заходишь в баню и... Когда увидел этот пруд и увидел эту горку, я позвала ее Клако-Дьявол. Я сразу поняла, что это баня. Я сразу поняла, что нужно на эту горку сесть и нырнуть в этот пруд. Ух ты. Клако-Дьявол, это улажно. Они резьбой бы деревом занимаются. А здесь, я бы сказал, очень даже терпимые условия. Домовой, да? Сват и пчелка. Какая красота. Участок у них красивый. Красивые большие дома. А еще медведь, бегая, наступил Дмитрию на руки. А, дядя, детей напугал. Раздолье детям. Давай. А вас подумали, да, здесь. Что? Еще и дети укатили. Какие лапки, смотри. Дива пошла, молодец. Смотри, папа-баптя. Конечно, обалденно они вырезали. Смотри, какой палец. Заходи. Ручки какие разные, все разные. Мебель такая красивая. В холодильнике. Ну да, надо же посмотреть, что. О, сколько холодильников. Что нам кушать надо посмотреть? Молочко. Твоё. Всякие варенья. То есть у них есть, да, вот такая корова, да? Ну не прям много еды в холодильнике. Соленья всякие. Сгущёнка есть в этих, ты видел? Хотя бы холодильник есть, там морозилка. Это тоже холодильник? Это морозилка. Серьезно, блядь, чувак, ты откуда вышел? С какого века, блядь? Телка. Будь, я испугалась. Морозильные камеры. Чуть не сломали. Пойдем в дом посмотрим. Пойдем. Ух ты, стрипичка какая. Вот это печь. Здесь, наверное, и пироги, и супы в горшочках делают. А горшки где? А вон горшки. Глиняные, да? Глиняные. Форма для хлеба. То есть мы их не удивили. Это не глиняные, это металл. Нам выпить хлеб. Да уж, не удивите, скорее рассмешите. А старин, опять же лесенка ведет. Давай, давай. Залюзай. Там целое спальное место, да, такое? Низковато. А тут спит кто-то? Смотрите, и одеяло есть, и подушки. Полный комплект. Мы увидели огромную печь. Это реально поражает. Зимой, наверное, прикольно там спать. Летом, получается, топить не надо. Всякие баночки. Тут печеньки есть. Ой, смотри, как открывается. Какой необычный механизм открывания, да? Все есть, все хорошо. Да, мы не пропадем. Муленковы после полугода жизни в лесу без воды и электричества вообще нигде не пропадут. Смотри, тут стол какой большой. Наверное, у них гостей очень много. Все деревни собираются. Меня поразило простор. А это что, дрова? Что, наверное, оттуда закладывают дрова сюда? И здесь передача такая. О, дети есть. Какая большая семья-то, смотри. Как они у нас там поместятся. Ванны и диплом? Ванны и диплом. Да там дело не как поместятся. Были о семье бояринцев. Смотрю, даже книгу написали. Вон, аукорчик. Детки, да. У них, может, своя еще и промышленность какая-то есть. Смотри, у них раз, два, три, четыре, пятеро детей, что ли? Прикольная книга. Это внуки, наверное, да? Это, может, еще не все это так, что поймали. У русских душа широкая. Все, кого в кадр поймали, те и дети. О, современная цивилизация. Тут уже писсуар есть, чтобы вы понимали. Все. И стиралка. И унитаз, и помыться, и стиралка. Тоже не верится, что из такого старинного русского дома. Ха! Ну, ванны не хватает. Ну, зато у нас ванна зимой работает. Да, давайте в печке греем воду. Глядишь, на летний режим тоже переведем, когда все проведем. Когда это будет? Когда, когда ты сделаешь? Ванна у нас зимой работает. Что это такое? Это кабинет. Ух ты! Я думаю, что да, здесь хозяин дома. В доме Бояринцевых по сказочному стечению обстоятельств принтер идет в комплекте с компьютером. Шебутные детки его не беспокоят, да? Там все видно, что на улице происходит. И тут такая обзорная точка. Она понимает и сразу знает, кто чем занимается. Мы еще вот туда не ходили. Фас, да? О, Дива, смотри. Детская зона. Дива скучать не будет. А я почему-то думала, что раз все деревянное, то и игрушки все должны быть как-то деревянные для детей. Но тут есть и современные, и пластиковые. Конечно, деревянные, прибитые к полу и исключительно с лицами героев русских были. А вот это что? Какой тяжеленький. Ух ты, подвал. Погреб. Давайте я постою здесь, а ты там колготки порву. Ух ты, сколько всего. О, ну тут прям... О, консервация у них. В сказках есть скатерть самобранка. Написано даже было борщ. Тут было написано, закручен борщ. А тут подвал самобранка. И на горке показалось. Да и поспать здесь тоже можно. Вот эта лестница, признаем. Разные узоры такие. Крутая. Тебе такое же делаем? Куда? У нас второго этажа пока нет. Второго этажа нет. И шансов на его появление тоже немного. Я бы предположил, что это, скорее всего, сам хозяин. Увлекается резьбой по дереву. Всю красоту наводит в своем доме. Заходи. Ух ты. Я уже даже подумал. Либо у хозяина руки стало место. Я думала, спальня здесь на втором этаже. А это зал заседаний. Да, смотри, сколько диванчиков. А где они спят-то, Дим? Вот каждый диванчик. Вот это как-то странно сейчас выглядит. Вот прям очень странно. Я даже не понимаю, что это. Шесть одинаковых диванов друг напротив друга. Вот все на печке там вот так, что белья не укладывается. Нет, подожди. Вот я думаю, что все диванчики вот так вот выдвигают. Либо это у них а-ля местный отель, только как хостел, хостел. Своё койко-места. Да, да, да. Я ожидал увидеть кучу-кучу маленьких комнат, но там оказалась совсем другая картина. Как в лагере. Ух ты. Смотри, какое. Вот это изглубля. Постельное, наверное. Выглядит он, конечно, шикарно. Серьезно? Это хостел? Мне кажется, вот тут, наверное, массаж делают какой-нибудь. Кости вправляют. Мягенькие такие. Этот дом нам не подходит. Ну, для жилья. Либо это для обучения. Он же за ним... Хотя, блин, как-то обучение по банному искусству, что у него там прям по 40 человек прям в село приезжает. Он был построен с целью того, чтобы встречать много гостей. Ну, постоянная движуха. Мы немного другого склада. Да, вообще прям. Не хватает зонирования. Не хватает собственного места. В недостроенном доме, который в три раза меньше места гаража. Причем, заметьте, у них реально всего-навсего две солнечные панели. Это, ну, это вообще ни о чем. Это реально, может быть, только там лампочки гореть. Но на холодильник этого не хватит. Тем более, если пасмурный день. ...казда больше. Впрочем, не время критиковать. Пора узнать правила дома и бюджет на три дня. Так, в темноту уходящая вдаль рука. Это, наверное, о том, что здесь нет электричества и не будет никогда. Так же, как газа, света, дороги, интернета, телефона и воды. Рядом с нашим домом есть сад, которым мы занимаемся ежедневно. И нужно очистить... То есть они здесь чем-то занимаются все-таки. Хорошо. Сухого кустарника. Отчистить от сухого кустарника. Ура! У нас есть работа. Это красавица-жена. Она с хлебом. В нашем доме питаются правильно. Хлеб печет мама. Питаются правильно. Хлеб печет мама. Ну, такой спорный вопрос. ПП, это хлеб есть. Мучное. Такое. А рецепт оставлен на кухне. Хорошо. В рецепте закваска. Хорошо. В нашем доме нет постоянного заработка, но можно заработать у соседей. Так, денег нам дали? Ага, так же, какие вы дали. Ты сам говорил. Ну, короче... Ни таких денег зачем? Мы две семьи, которые живут заради Христа. Нигилисты-максималисты не признают денег. А как на правила дома и бюджет среагируют экологисты сказочные... Не, ну, этих, давайте так, по чесноку. У этих более реально за ноль прожить. Там консервация на полгода. И оптимисты. Посмотрим конвертик. Барабанная. Еды сколько. В нашем доме готовят и спят на течи. А вот... А вот и где спать. Значит, и спать будем там, и жить будем здесь, и готовить будем здесь. Справимся? Слабо. Да, справимся, конечно. В нашем доме проходят курсы по банному мастерству. Проводит их папа, а мама готовит еду для гостей. Видеокурс в планшете. Посмотришь в планшете урок и станешь мастером. Попарим кого-нибудь. Веники видели, в бане были. Посмотрим, да, справимся. А вот и вот эти домики, которые мы видели. В нашем доме есть два апидомика. Апидомик? Апидомик. И мы регулярно качаем мед. Первый раз слышу такое слово. Прямо вот в домиках сидят и качают мед. И надо качать мед. Ну все, это все, что нам оставили. Я не знаю, на шифровку апидомик? Ну, мне кажется, там люди бывают спят. Видно, хозяйство большое. На этом зарабатывают. Я думаю, что мы голодать не останемся. Бюджет, а точнее его отсутствие, получен. Правила ясны. Но перед тем, как начать новую жизнь, решили подкрепиться как следует. Мне кажется, они солод туда добавляют. Не похож на наш хлеб. Такое темное у нас. Не очень. Не очень. А ведра я предчувствую здесь. Доить надо. Доить будешь. Привкус козий. Я даже не знаю, что хуже коровы. Чтобы ответить на Оленин вопрос, пошли искать либо тех, либо других. О, смотри, а там купель. Или там джакузи. Это, видно, подогревается. А, это подогревается дело. Если люди не слушаются, варишь их тут. Аля баба-яга, да? Да, да, да. А это что? Это острых ощущений не хватает. После баньки вышел и ледяной водой. И баба. А пошли посмотрим. Это банька, наверное, да? Юрта какая-то. Смотри, полотенчики. Смотри, это вход в баню, да? Это прихожая. Пойдем посмотрим. А там, наверное, сама и баня, да? Ого, баня. Шесть на шесть и вот в виде десятигранника то, что я хотел. Помнишь, как я тебе говорил? Хотел несколько лежаков сделать на камушках. Хорошо, что это только хотел. Какая необычная баня. С талантами Дмитрия строить. Даже страшно представить, какая у них... А, это та баня, где ты прям с горки в воду спускаешься. Только получится баня. Целый банный комплекс получается. Здесь, на удивление, мы увидели все то, что я себе представлял в своей будущей бане. Да, конечно, чувак. Без обид, но что-то... Моя жопа подсказывает, хрен там что-то такое у тебя и будет. Ты просто что-то представляешь, но ни хрена не делаешь. Такой себе ты хозяин. Какая она хозяйка. Вы нашли друг друга. Потрогай. Потрогай. Да, колючий. Ну, запах здесь темно не удобряет, да? Зато огурцы как натурально. А у Алины наконец-то появился шанс увидеть, как растут огурцы и помидоры. Дома такое чудо она наблюдает нечасто. Ну, это помидоры. Запах такой... Ой, ой. Ну, удобрение. Коровы какают, козы. Они не дозревают. Ну, здесь на свежем воздухе, видимо, никому не мешает запах. Мне не понравилось. Здесь стройка полным ходом идет. Здесь, ну, для чего? Здесь строительство, там строительство. Да, интересно, за сколько лет такое вот создать хозяйство. Ну, сколько денег надо? А, ну, смотри, там сено. Значит, кого-то должны кормить. Тот, кто дает молоко. Зайчик. Такой толстенький. Пойдем еще посмотрим. Вот, яйца. Производители яиц. Да. Напрашивают, что есть корова, козы. Или какая жидность, мы не увидели. Мне это отлегло. В смысле, ты не любил кого-то? Это ж козе молоко пил. А в Ставрополье бояринцы вы тоже решили перекусить. Сикарашка это, а не стол. Вот у нас стол. Так стол. Там так. Еще примерно 30 детей можно рожать. Не очень мы уместились за столом, поэтому заняли соседние места на кроватях. Я бы сейчас загнал сюда хороший трактор, гусеничный желательно. Все это нахрен снес, поставил бы нормальный дом. Но по правилам проекта дома сносить нельзя. Напротив, нужно жить по их принципам. Поэтому бояринцевы выходят на поиски сада, который нужно избавить от колючек. Так, задача найти сад. А он здесь вообще есть? Ну вот я тоже в этом сомневаюсь. Фотография могла быть здесь. На сад это мало похоже. Ну туда-то идти некуда. Пробирать все колюче, осторожнее. Я здесь ничего не понимаю. Где здесь сад? Да если бы здесь ухаживали каждый день, здесь бы рай земной был бы. Для меня это вообще дичь. Да рай и такому хозяйству далеко. Так же, как от Ставрополья. И мазь я тоже дожала. Пока папа пошел с мальчиками, мы с тобой сделаем хлеб. По-новому для нас рецепту. Вот нам оставили закваску. Две чайные ложки. Она у нас будет подниматься. Завтра добавим остальные ингредиенты и замесим тесто. Потом будем выпекать. Сада я здесь не вижу в принципе. Терен, все затянул. В принципе, все решаем. Был бы эта земля кому-нибудь нужна. Она, похоже, никому не нужна эта земля. Ну блин, не похоже, что здесь каждый день кто-то что-то убирается за этим. Так, и что? Что мы тут можем сделать? Сад произвел на Ивана неизгладимое впечатление. Поэтому решили перенести прополку на завтра. Вдруг с утра произойдет чудо. И сад сам предстанет перед новыми хозяевами во всей красе. Ну я согласен, тоже никогда не вижу. А в уральской сказке Муленковы продолжают осматривать территорию. Ну что, дом посмотрели, участок посмотрели. Пойдем, поселок посмотрим. Пойдем. Пойдем, осмотрим тылгу. Здравствуйте, а где Иван? Как так люди живут? А козы его почему у меня в огороде? У него козы есть. Не, ну а как сейчас быть? У меня там все, они погрызли. Кто это будет возмещать меня? Убирайте козы. Они где вообще пасутся? Да вон они. А может надо было хлыст взять? Они еще дальше. Козы беспризорники. Как их догнать нам? Так, так. Козочки, давайте домой. Куда побежали? Давай, давай. Домой, пойдем, пойдем, пойдем. Домой, 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 домой. Нам пришлось бегать по всему лесу за этими козами. Идем, 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 идем. А куда идем? Давай, 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 давай. Ого, пришли куда-то. Тут живете? Вот отсюда походу и вылезли. Козы знают дорогу домой, они вбежали, а мы просто закрыли ворота за ними. Все-таки молоко это козе было, да? Плохая новость для муленковых. Козы здесь есть и их надо доить. Хорошая новость, коров, к счастью, нет. А в это время в Ставрополье Иван не выдержал и начал ремонтные работы в самом важном месте. Ну, че ж ты такой косой-то, а? Эй, это как же так умудрились-то? Дома в проекте сносить нельзя, но уличный туалет не дом, и кажется, он в опасности. Кость, помоги. Сейчас развалится. Ты поднимется туда щепку подсуль. Вот, 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 давай. Есть. Такой малой, вроде бы, а помощник. Нет, конечно, и колоднее. Это круто. Эко-эко, и при этом сделать вот такое гэко-гэко. Ну, гэ сплошное. Зараза. О, я это сделал. Блин, даже и ручки нет, а. К счастью, в сарае нашлись инструменты, и Иван, не раздумывая, приступил к созданию фурнитуры для уличного туалета. Инструмент просто фантастика. Не умирай. Нам надо закончить. Ну, как же с таким жить? Ё-моё, ты чё, гвозди, что ли, рубил им? Первый день заканчивается, и Иван идёт на рекорд. Такого ещё не было, чтобы участнику проекта не нравилось ничего. А он ручки сделал. Ну, поставим вот сюда. Ну, уже хоть на что-то похоже. Вот так-то лучше будет. Надёжно? Согласен. Ужас на крыльях ночи. Кажется, после выхода этой программы нерадимые хозяева по всей России будут ждать Ивана в гости с распростёртыми объятиями. О, так он ещё и эту сделал, защёлочку. И закрыться снаружи. Всё. И открыть можно. На ремонт туалета ушло 10 минут. Но на постройку нормального душа сил не осталось, поэтому душ сегодня не испочек. Иван, ты с мозгами? Мать моя женщина, когда же это было в последний раз? Ой, моя мать. Тебе полить? Нет. Давай, давай. Нет. Я себе нагрею. Я лью, вы умываетесь. Поехали, как в походе. Нормально. А в тылке козы намекнули Муленковым на непредвиденные обстоятельства. Посмотри, у них тут какая-то штука такая. Ой, какая ты. Мы к ним пришли, а они сразу туда на свою стоечку. А они привыкли там доиться. И идут, что мы там будем их доиться. На самом деле прикольно, козы-то приучены, да? Что типа не нужно тут вот нахлоняться раком стоять. Они залазят, уже знаю. Давай, дергай за сиську. Ставить. Вот так вот, чувак, умное. И что, прям нажимать? Так удобно же. Раком не стоишь. Это ни капли. Я вот так видела эту сиську. Слушай, это ж навык какой-то. Может быть, нажимать надо? Что бы она мне копытом не любила? Ой, эй, эй. Не, она передумала. Ты следующая? Ты уверена? Подожди, может, у нее лучше молоко пойдет? Ой, нету. Ой, не хихи, маме. Димана, ой, Димана, уже ее уложил. Подожди, подожди. Она врагами пошла на нас. Я чувствовала опасность, что она мне зарядит в лицо, прямо в конечности задней. А вот сосед, который нас ругал. Он подобрел к вечеру? Мужчина, извините, можно вас? Что вы хотели? Вы не будете так любезны нам помочь? В чем? Посвятите нас в мастерство доения, пожалуйста. Ну, давайте, покажу. Корму надо дать. Сначала нужно покормить, а не подоить. Чтобы они стояли. А, прямо был, смотри, да. И тогда она не пинается, да? О, так там была штука, которая голову задерживает. Вон, видишь, как? Не надо жалеть. Пальцы сжимаете, потом этими надавливаете. А, ух ты, какой напарк, смотри. Сжал, отпустил. И по очереди. Вот так вот, да. Верхние пальцы сжимаете. Берете с той рукой за ту. Сжимаете здесь, а потом нижними пальцами сдавливаете. Видел бы сосед дома и огород Маленковых, вряд ли бы доверил им козу. Даже чужую. Во, давай, молодец. А! Так, верхняя сжала. А теперь нижними пальцами. Сейчас парочку подуешь, будешь профессионалом. Мне не понравилось доить козу. У меня, во-первых, это не получилось. Это неприятно мне это делать, и все. Ручной труд вообще для всех. Как говорится, не можешь работать, учись и наблюдай в сторонке, как работают другие. Ну что, давай попробуем. Как получается? Ну, я бы не хотел, конечно, этим заниматься. Это, наверное, не мое дело. Давай, посмотрю. Да, твое дело жить, как непонятно кто. Вот видите, все. И ни к чему не стремиться. Все, молодец. Спасибо большое. Сосед показал, как правильно набирать это молоко. А еще он за нас это все сделал. Спасибо большое. Спасибо вам большое. За козами смотрите, чтобы в огороде я их больше не видел. Хорошо, не будем выпускать их, да и все. А в Ставропольском лесу уже стемнело. Ребята, спать пора. Так, вот это веселуха. Пап, здесь без тебя никак. Им скучно. Наши веселые дети заняли всю комнату игрушками. Ё-моё. У кого какие желания? Кто где спать собирается? Есть диван? Кто на диван? Я на диван. Я на полу, однозначно. Я на диване не могу. Я потом завтра не встану. Кусь, тебе такой диван пойдет? Нет. Кузьма там занял место. Что я предлагаю? Вот здесь на полу ложиться нам с тобой. Ваня с Катей лягут на кровати. Аня как лежит. То есть на полу удобнее спать, чем на кровати? Пусть так лежит. Сейчас, короче, все соберутся на полу вокруг нас. Пойдем на пол туда. Эда. Кать. Мы не привыкли спать в разных комнатах. Мы все вместе. На полу нам комфортно. Потому что никто... Ну, это очень странно. В пятером всем спать в одной комнате. А как ваша сексуальная жизнь? Боже. Кто никуда не падает? Кстати, в этом недостроенном жилище не факт, что никто не упадет. Пол-то может и проломиться. Так, все улеглись? Одеяло у всех есть? Да. Вань, ты точно до утра там улежишь? Тебе удобно? Да. Нифига себе, ты нашел себе место. Я вырубаю свет. Все, всем спокойной ночи. А на Урале предстоит ночевка на печи. Но перед тем, как на нее залезть, решили подкрепиться. Свежее молоко? Да, сама подаила. Где бы я такому еще научилась? Помидорчики, огурчики, которых набрали в тепличке. Скоро построим комфортный дом, баню, погреб. У нас же вся жизнь впереди. Лет пять и построим? Лет десять. И, может быть, построим. Ну что? Вот нормально. И вот она с ним живет. Ну, знаете, два сапога пара. Если ты с таким живешь, значит, такого и достойно. Ну, лет десять и, может быть, построим. Я вот не знаю. Был бы я, наверное, девушкой. Я бы, ну, адекватной девушкой. Я бы, наверное, даже с таким бы отношением я бы не строил. А, она, наверное, тоже такая же, как и он. Хотя, да, что я спорю, блин. Она такая же хозяйка, как он хозяин. Мы выполняем и выполняем одно сапога. Чему я удивляюсь. Пошли на печечку. Спадки. Олезаем. Ой. Здесь только сидя, солнышко. Удивляет, что родители вместе с пятью детьми выбирают такой образ спать вместе. Такой образ жизни. Укладываемся. Задание выполняем. Любят Маленковы торопиться. Еще не выполнили задание, а уже сфоткались. Да, это мы укладываемся. Это одна часть правила. Еще что-нибудь приготовим в этой печке, только внизу. Хорошо, все, давай спадки. Вот эта завалинка, ее, по-моему, называют. Очень приятное дополнение для русской печи. Но мы живем в другое время. В поседневной жизни постоянно спать на печи я бы, наверное, не стал. Ну, что, это не наши крови. Непривычно после нашего матраса. Ну, говорят, вообще полезно. Спать на жестком, на ровном. Займемся здоровьем. Выключай. Утро в Ставропольском крае началось с расчистки пола от детей. Здравствуй, утро. Народ, подъем. О, давайте поднимайтесь уже. Подъем. Хватит валяться уже. Сегодня у нас серьезный день. Что-нибудь столько дел надо сделать за день. Давай сам. У Ивана грандиозные планы. За день сделать все то, что Муленкова не сделали за пять лет. Но начали с приготовления хлеба. А когда ты последний раз такими дозами хлеб пекла? На одну булку. Ну, а то вообще другой хлеб. На другой закваске. Поднявшуюся закваску добавить в емкость. Соль и сахар на глаз. Далее. Мука, вода. Тебе что-нибудь помочь? Воды опять нет. Вода сейчас уже вообще кончится. Это последняя вода. А дальше надо добывать. Самое страшное было остаться вообще без воды. Это должны были люди здесь выживать. О, а это что? Я люк вижу. О, круто. Там, похоже, колодец. Может, мы на верном пути. Когда заглянул в люк, я увидел отражение воды внизу. И я так обрадовался. Думал, все умрем. Уже отменяется. Ё-моё, как круто-то, а. Крыса. Мы её не будем использовать под воду. Эту жижу. Это какой-то кошмар. Так, пробуем, что там за вода. Я не понял. Там дно похоже. Да, высохший колодец с крысой, это и правда. Жесть просто какая-то. Боже мой, бля. Что за люди? Короче, там дно сразу, воды нет. Воды нет. Это, наверное, самые ужасные условия, которые были в обмен домами. Вот реально, вот хуже я не видел. Дно даже не потонуло. То есть жижа грязная, вонючая, больше ничего. С кого-то, ребят, ничего не вышло. После первого поражения Иван решил подкрепиться, а заодно и детей покормить. И уже на сытых желудок продолжить поиски воды. Расположились на полу, чтобы всем хватило места. А хлеб-то где? Во, давай. Пахнет вкусно. Съедобно. Подожди, подожди, сфотографировать же надо. Вот так. Хлеб вошел. Семья вошла. У нас сегодня завтрак под живую музыку. Здравствуйте. О, здорово. Приятного аппетита вам. Я сосед Алексей. Слава богу, ты пришел. Мы без воды скоро. Алексей, дай поработать. Присаживайся. Ближайшая вода далеко? У нас два колодца по километру. По километру. Колодца ведем в воду, уже проводим по трубе у нас уже. Пока никак не можем. А сколько лет вы здесь? Пять лет. И вы пять лет ведете сюда воду? Да. Зашибись. Ну вы, ребята, романтики. Переехал бы сюда Иван через год, у каждой семьи было бы по колодцу, а все жители поселения в принудительном порядке два раза в неделю ходили бы в баню. Я вообще пришел, мы там договаривались с Димой, что поможет мне дров наколоть на землю. Это ты по адресу, я уже здесь засиделся. Заплачу. О, ху-ху-ху! Идем? Идем. Дрова колем? Да. Это дело. У Ивана день уже задался. Позавтракал, семью построил, работу нашел. Там магазин рядом потом. Красавчик. Наш размер. Давай мы уж тут сами. Дальше разберетесь, да, сами? Да, конечно, что ли. Все, да, тогда я пойду своими делами заниматься. Так, держи тебе колоду. Это будет ваш пенек. Сердцевину видишь? Во, вот по ней. Все, давай работай. Я свое колоть пошел. Я так был рад, что у нас появилась работа. Вместе бояринцевы быстро управились дровами. Не, нормально топором. Часа не прошло, все было сделано. Хотя и маленькие дети у нее с топором. Садись сюда, фоткать буду вас. Вот так вот. Есть такое дело. Молодец. Видно, у мужика руки работящие. Все, что нам дали, мы покололи. Молодцы. Можно уже и домой отправляться. О, отлично. О, хозяин. Заработали, заработали. Сколько косарей. Парни, шипуем, гуляем. Спасибо огромное, Леш. Спасибо. За эти деньги я должен был полторы машины дров переколоть. А тут мне за такую кучку дают тысячу рублей. Он не знает расценок, как это стоит на самом деле. Пока Иван с уральским нахрапом пополнял семейный бюджет, в тылге только проснулись. Нет, он знает расценки. Наверное, так просто для камеры решили, чтобы хоть пожрать, купили себе. Ну, терпимо. Пожалели вас. Ну, как в палатке, да? Ну, да. Ну, что там у нас на завтрак? У нас же курица есть. И яйца отберем. На печи спать мне не понравилось. Постоянно билась головой. Там очень маленькое пространство. Мне было больно. Ну, и жестко, конечно. Надо, наверное, курочек покормить. Ням-ням-ням-ням. Вот, на. Посыпь так, рассыпь. Посыпь. Цыпай, 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 цыпай. Все, яички пошли искать. Ой, я двое сошел. Вот, два яйца есть. Доставай, Светик. А еще есть? Ух ты, там сколько. Поднимай. Вот, ну, давай еще два. Тепленькое, только снесли. Собирать яйца оказалось легче, чем доить коз. Даже ребенок справился. Ох ты, какие вы добытчики. Дива, дива, ну. Ой, да что ж такое-то. И разбил яйца, да? Да что ж такое-то. Не донесла. Но, как известно, не разбивший яйца не сделаешь яичницей. Вон, как удобно. Вышел, яйца взял, яичницу сделал. Готов ли ты завести хозяйство, Дим? Да какое хозяйство? Сколько всего. У него руки жопы. Мы же не уехать никуда не сможем. Какие у тебя? Ну, да кто-то стучит к нам. Хозяйство. А мы за Ивана. Здравствуйте. Я за медом пришел. Выяснили, что нужно скачать мед. Чего я раньше никогда в жизни не делал. Я не знал, что делать. Я вчера видел эпидомик, но там пчел нет. Так ты, наверное, был не в том отсеке. Это отсек для улитерапии. О, а я же говорил. Я же говорил, что это улитерапия. Идет, то ложись, и там пчелы жужжат. А мед находится через стенку. Там не опасно, не... Да нет, оденем костюмы. Диме несказанно повезло, что клиент оказался в курсе секретов фирмы. Улитерапия называется. И даже готов сам продемонстрировать, как качать мед. Это вот оно? Да, вот это именно оно. И что с ними делать? Одевать. Блядь, боже, как он дурной или что? Что с ними делать? Как ты думаешь, нахрена это нужно, когда ты идешь к пчелам? Блин, ну ладно, если ему было бы 10 лет, ну, наверное, 15, может быть. Но уже взрослый мужик. Лизость любой работы вызывает у Дмитрия ступор. Но сегодня есть кому его поставить на муже. Как он выживал все это время? А что это за улитерапия, о которой ты говорил? Ну, туристы приезжают, и Иван их улаживает туда спать. И это благотворно влияет на весь организм. То, что я и говорил. Пчелы жужжат. Блин, смотри, а тут пчелы. Нормально. Вот, Дим, смотри, вот ящик сотами. Заходишь, забираешь. Да не бойся, нормально все, резкие движения не делай. Так, и что дальше? Ролик этого расшипеть. Вон на стенке висит. Разширять соты, чтобы мед стекал в педагонку. Давай ты тогда возьми соты, я возьму медогонку. А что это такое? Мед гнать. Ух ты, тяжелая штука. А ты что, никогда этим не занимался? В городе живешь, что ли? Нет, живу-то на природе, но у меня пчел нет. Новый вид бизнеса. Тебе ничего почти нет. Клиент пришел, все сделал сам. И заодно научил Диму, как нормально делать, чтобы нормально было. Теперь нужно прокатать валиком. Это типа протыка я прокалываю, да? Да, типа того. Да, теперь ставим его в паз, вот так. И что дальше? Крути. А что дальше, видимо, мантра Дмитрия, если не успел сказать, я не умею. Теперь сильно крутить. А куда он качается-то? Он вниз, видишь, на дно стекает. От центробежной силы. Что-то пчел все больше и больше. Пчелы любят мед, так что все логично. Где-то должен быть дымарь. Ну ладно, я сейчас тогда сбегаю, ты покрути. Начали пчелы все больше и больше прибывать к нам. Чувак, смотрю, вообще бесстрашный, голыми руками. И в конце концов их стало настолько много, что мы уже ничего делать не смогли. А я как раз еще у тебя, правила-то выполнили, давай сфотографируем. Ой, ну давай, только быстренько. Может, на фоне дома? Давай. У нас там пчелы столько. Опять за свое. Правила не выполнили, а уже фотоотчет. Смотри, вот эта штука? Да, да, она самая. И что дальше? Поджигай кору. Что дальше работает безотказно. И работа сразу начинает выполняться сама собой, но кем-то другим. Так, пошли, пошли, пошли отсюда. А мед не прокурится? Потом не будет вонять? Не прокурится. Что коптим, что не коптим? Ну, это был ужас. Начали их дымить, но это тоже не помогло. Вот у меня глаза слезятся. А он не вредный? Да, нет, не умрешь точно. Дым что-то не помогает нифига. Ну, что теперь сделаешь? Не помогает, значит, не боятся, привыкли. Но, несмотря на дымовую завесу и неодобрительный пчел, чего-то накачали. Челы уже с иммунитетом. И что дальше? Ну, давай попробуем слить. И что тут? Краник открыть надо. Ух ты, смотри, полился. Ну, с пчелками, правда. Правда, с пчелками-то не умею я, извини. При этом всем действии, мне кажется, что там много пчел. Блин, это точно так делается? Да, скорее всего, как по-другому. Их, наверное, здесь не должно быть. Это просто новый сорт меда. Ленивый мед по-ставропольски. Че, нацедили, то нацедили. Ты это, не обижайся. Да, вот, зато видно натуральный, с пчелками. Че, нахуй, попробуй свежайший мед. Да не, я в маске. Да снимай, че ты боишься? Это тут летает. Я очкую как-то. Я жену стою вот без маски, без перчаток. Ну, ты смелый, я не так. Уральские мужики настолько суровы, что собирают мед без маски. Но Дима не таков. С ними ты маску не выкусят. Ну, как хочешь. Нормальный, прикольный мед. Я отказался пробовать мед, потому что кто-нибудь может залететь ко мне, и они меня покусают. У Ивана всегда нормальный мед. Все, ладно, давай, удачи, пойду я. Сам все уберешь, куртку оставлю там в сарае. Давай, хорошо. Все, давай, счастливо. Пока Дмитрий отходит от шока после выкачивания меда, Иван отправился на поиски сада, предварительно захватив с собой все, что нашел. А попытка номер два? Да, разбегайся. Батя идет. Жена. Жидкий терминатор в действии. Батя в здании. Ну, берегись, народ. Сейчас заведется. Я это сделал! Так. Терминатор в исполнении Ивана скорее похож на сварщика, но неравный бой с сорняками он все равно выиграет. Так, а где сад? Жена! Да? Похоже, я уже чужую территорию косить начал. Не, только дай, я ведь это... Я бы, честно говоря, еще бы косил и косил до заката солнца. А, такими вилами. Мы его поправить попробуем. Батя геройствует. С таким батей весь лес Таврополья рискует за сезон быть облагороженным ландшафтным дизайном по-челябински. Повезло лесу, что Ивану осталось здесь хозяйничать всего два дня. Ты видела, у тебя муж какой? Прутья же рвем просто. Вот так. А ты фотоаппарат притащила? Давай. Да, справились с третьим правилом? Да, мы все сделали. Мне этот Иван нравится. Да, такой специфический, но мужик. Короче, мы сейчас это все соберем. Настоящий, русский. Может, не сжигать компост? Какой компост? Ты что, это все сухое. Зачем сжигать эту сухую траву? Можно использовать компост. Для этого нужно иметь компостную яму. А компостной ямы здесь я не нашел. А кроме компостной ямы, нужно желание хозяев что-то с компостом делать. Но если яму вырыть просто, то убедить Диму начать работать на участке из области фантастики. Собрали все в кучу, а поджигать доверили Кузьме. Поджигатель. У нас норма по спичкам коробок в день. Кузьме положено. Да, как минимум один коробок в день. Ох, дыму сейчас будет, все соседи сбегутся. Ваня, лопату неси. Зачем? Если вдруг куда-то огонь пойдет, мы тушить будем. Тушить то, что сами подожгли, тоже дело. И главное, Ивану не скучно. Давай ветки, вот все листья, траву, все туда сжигай. Такой лопатой, я не знаю, вместе с лопатой можно хоронить. Дым-дым, я масло не ем. Точно не ел. Он меня слушается. Откуда тут масла? У них коровы нет, козы нет. Масло только с супермаркета. А супермаркета тут тоже нет. В Тейлге по правилам дома, чтобы приготовить обед, тоже надо разжечь огонь. И сейчас Дима будет жечь. Горшочек. Как любой суп, я думаю. Морковку, лук, картошку. Но этот горшочек, по-моему, не для плиты обычной. Ну, будем пробовать. Ну, почему-то вот сюда все равно дым идет. А помнишь, там, где жар бывает, тоже поддувало? Дверцы бывают внутри. Открыл заслонку, а дым все равно сюда идет? Ну да. Может, еще тут что-то есть? Пойдемте искать. Что тут еще есть? Он сейчас надымит, как все в дом. Что, все равно дымит? Там внизу не нет никакой дверцы. Не видно ничего. Пускай погорит чуть-чуть. Печка прогреется. Но заслонка не помогла. Дым продолжил откуда-то идти, и через 20 минут вся горница была в дыму. Ой, Дим, уже глаза режет. Блин, что это надо? Это угарный газ, это страшная штука. Дым в комнату повалил. Может быть, есть какая-нибудь заслонка? Дырка есть, должно быть и заслонка. Так я еще поднимаю. Дым идет, идет, валит и валит. А мы все дышим этим? Я удаюсь. Ага, она там, блин. Да, вот заслонка-то есть, только она глубоко просто, блин, фиг достанется. Ой, столько дыма уже. Ой, глаза слегаются. Подожди, посмотрим. Уходит дым. Ну все, вроде пошел. Мама! Фу, пояс ломали что-то. Муленковы настолько рукастые и изобретательные, что могут развалить не только свой дом, но и чужой, добротный, построенный самим Иваном. Дим, мы сейчас здесь задохнемся, давай что-то делать. Все, все нормально, дым уже. Гирается, мама стоит с ребенком, мы сейчас все задохнемся, но стоит дальше там же, нет, чтобы на улицу выйти. Уходит? Ну давай поставим наконец этот горшок. Пусть варится там все, смотри. Давай. Не прольется? Оно в угли кладется или? Да похоже, знает. Если что, на газу доварим. Ну что, будем ждать? Ждали недолго. Через полчаса проверили, что же вышло. Чем-то пахнет. Ой, Дим, вода исчезла, остались одни овощи, которые там пригорели. Так, а куда вода делась? Крышка-то была закрыта. Испалилась температура была высокая. Действительно, куда же вода делась при температуре 800 градусов? Наверное, сбежала в другой горшок. Попробуем, можно есть? Она еще и пригорела. Да вроде выглядит это съедобно, но сухой суп называется. Кот наплакал. То, что у нас получилось. Наверное, надо было просто выждать побольше до углей, как вроде традиционно готовится в русских печах. Может, принести чего-нибудь в складовочке? Давай. Продукты из складовки приготовить проще. Открыл крышку и готово. Осталось одно правило у нас. Будем завтра выполнять? Да-то будем баньку топить. Ну, дай бог, чтобы у вас хоть там руки нормально-то срослись. Думаю, что все у нас получится. Конечно, у маленковых же все всегда получается. Хату не спалили, и ладно. Но перед тем, как учить кого-то банному делу, неплохо бы научиться этому самим. Поэтому включили видеокурсы Ивана. А вот та комната для обучения. Иди сюда. Будем пробовать. Давай, ложись сюда. Типа, я должен воздух как-то гнать. Надо аккуратненько вот так вот смешать воздух. Тебе холодно? Жарко так? Ну, в бане, наверное, жарко будет. А сейчас прохладно, прохладно немного. Давай венечком попробуем. Есть такая штука. Посильнее? Ой! Как ощущения? Так. Фух, так. Ой, как больно. Пока Дмитрий отрабатывает удар на жене, подошел к концу второй день. А значит, время общения друг с другом по видеосвязи. Сейчас я вам выскажу. Для участников высказать друг другу все, что они думают. Здравствуйте! 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 Ну, там есть тележечка в подсобке. Тогда на тележечке. Как вы так живете, ребят? На нас в первый же день пришел тут сосед наорал. Да ладно? Коз выпустили не туда. А мы даже и не в курсе были, что у вас козы есть. У вас же пятеро их было, да? Да, было пятеро, а теперь шестеро. А на следующий день нам вообще пришли за медом. Ну? И что, мед накачали вы им? Ну, мы тут такое устроили. На верандочке вот этой целый рой был, наверное. А, так вы не в доме качать стали? Да, да, да. Ну, поздравляю вас, молодцы. Как вы от них вообще отбились. А как вам так вообще, нравится у нас? Ну, как тебе сказать? В общем, знаешь, недоделок здесь больше, чем сделанного. Это да, это точно. Да, и потому, знаешь, у меня руки чешутся, что-нибудь здесь сделать. Да у меня самого чешутся. Короче, ты не против, если я здесь все переделываю по-своему? Да, делайте. Хорошо, я обычно делаю так, я загоняю трактор, все сношу в чертову матери, бетонирую, и потом на этом месте что-нибудь ты построишь. Ну, все, рады были вас видеть. Да, тоже рады познакомиться. Спасибо за... Хорошо, Дима, Алина, молодцы. Гостеприимство. Да, надеемся еще связь держать с вами, общаться дальше. Да, будем общаться. Пока-пока. Он думает, господи, с такими только общаться. Эх, я был бы рад, знаешь, представляете, такой Иван такой на бульдозере заезжает, хрять снес. И в тылге наконец-то решили затопить баню. Смотри, как береста горит. Что, будем себе такую баньку строить? Ой, боже. Какая большая. Да. Тут много людей можно... Ты в туалет, ну, пострадал. Я тоже, может, там... Будешь нырять в ход? И очень. Красивый огонек, да, смотрится? Да. Чтоб тепло у нас не выходило, давай закроем дверку. Близость с Челябинском меняет людей. Папе удалось растопить баню с первого раза, а мама готовит обед. На этот раз на плите, чтоб наверняка получилось. Это кто? Здрасте, Дмитрий. Родственники. На баню дома? Дмитрий, нет, его дома нет. А где он? Ну, у нас тут смена. Они к нам приехали, а мы к ним в гости. Что происходит вообще? Ваня! Он сейчас нам не продал дом? Ванюша! Мы просто на проект написали. А что, так бывает, что ли? Да. А как же нам с Баней? Вот мы, в общем-то, попариться приехали. Мы еще успоем. Мы попарим. А вы банщик, да, его? Не поняла. Ну, вы вообще когда-нибудь парили? Ну, какая разница? Ну, да, мы столько бань видали. Ой, что-то я сомневаюсь, и однако. Ну, попробуем. Пойдем посмотрим. Ваня обещал, что покажет, все расскажет, как делается и так далее. То есть ты все это знаешь? Ну, я не профессионал, конечно, но очень много бань повидал. Действительно, в Питере много бань. Дмитрий видел их фасады с улицы, поэтому разговор оказался коротким. И Дмитрий послал всех в баню. Ой, как хорошо. Ну, вы пока переодевайтесь? Да. Сейчас вещи наши принесут. Я тогда сейчас подойду. Увидев требовательных гостей, Дмитрий побежал пересматривать видеоуроки Ивана. А утро в Ставрополье началось, как всегда, с недовольства, что надо идти за водой. Етить-ка латить. Боже мой. Она старше моей бабушки. Это правда. А чем доставать будем воду? Ведро надо и веревку. Если там колодец, то без ведра мы не справимся. Веревка есть, ведра нет. А там на колодце нет? А вдруг нет? Давай вон ту кастрюлю попробуем. Ее как-то хитро завязать придется. Как вообще жить в доме и не иметь ведра для воды? Мама осталась на хозяйстве, а Иван с детьми в сопровождении тележки, веревки и кастрюли пошли по тропинке. И, кажется, пришли. А я вижу что-то деревянное. Это колодец! Колодец, колодец, колодец! Я первая, а я вторая. А реально ведра-то нету. Вода тоже есть. Ведро такое страшное. Или есть? Смотри, оно все ржавое. Ведро? Грязное. Давай мы все-таки кастрюлей наберем, а? Смотри, надо как-то так сделать, чтобы веревка уходила из центра, понимаешь? Ну смотри, вот сюда, потом вот сюда. Правильно? Надо туда сначала. Нет, нет, так не пойдет. Смотри, если ты сейчас здесь завяжешь, то она потом... Э! Твою дивизию. Что, отвязалась? Она еще не утонула, ее достать можно. Она плавала на поверхности воды. Кать, ты у нас сковласка. Мы тебя обвяжем. Давай. Давай. Вот сюда на петлю садись. Не-не-не-не. Серьезно? Бля, безопасность превыше всего, блядь. Вот так. За нее держишься. У него? Твою мать. Так, проверяем. Готова? Ну-ка, пробуем. Нормально, мы тебя поднимем. Давай. А если веревка не выдержит, то не беда. Жесть, какая. За Васей еще много детей. Твою мать, Иван, что ты делаешь? Ты уверен, что эта веревка хоть качественная? Пошла. Она шерепнуть может. Травим. Она отошла. Кастрюля отошла? Да. Давай, мы к ней подойдем. Только не утопи ее. Окончательно. Вы меня не утопите. Не, мы тебя не утопим. Тише, ниже, ниже, ниже. Опускайся, не бойся. Папа, держи меня. Я держу тебя. Папа. Ничего, ничего. Нет. Все. Все, я тебя держу. Я боюсь. Ты ж на страховке. Чего тут пацана не пасу? Зачем утро девочку засунули просто? Сверху можешь отпуститься. Катя, если еще, колодец не глубокий. Мне было больше страшно не то, что я упаду, а там было очень много паутина. Давай. Молодец, Катюха. Ваня, вытаскиваем. Бедная девка стрессанула. Вот ты моя сонка. По самое не хочу. Героиня, девчонка. Ну вот. Катя у нас герой. Она молодец. Спасенную кастрюлю дети папе уже не доверили. Привязали веревку сами. И больше пролил. И больше пролил. А вообще вода, конечно, по сравнению с нашей. Она, конечно, чистая, но вкус совсем другой. Мастер-класс по добыче воды при помощи дочери и кастрюли пройден. А в Тейлге начинаются уроки банного дела. Значит так. Сейчас у нас воздух прогрет. Я потихоньку делаю обмен. С воздухом. Горячий я несу сюда. И снизу, сбоку я его смешиваю. Мы берем вот так вот. Уже уравниваем до конца. Теперь можно приступать к клиникам. Я раньше чувствую, как сравнялась. Грань есть. На тебе прям, да? Значит так. Движения бывают разные. Можно похлопывать. Интенсивность будем набирать. Ну так неправильно. Можно вот так вот аккуратненько, как массаж, собирать. Все это было коряло, наверное, со стороны выглядело не очень. Чтобы мы очистили дух и тело, необходимо проходить от головы в ноги. Аккуратненько вот так собираем. Должны выкинуть. Сдавливаем и аккуратненько это выносим. Начинаем уже пожёстче, да? Есть методика. Пожёще. Раз, два, приступнули. И кувалда вот так, топ. Приложились. Аккуратненько. Кувалда это поаккуратненько. Вторую ножку. Давай, давай, ещё. Еле, еле. Давай, теперь мы ускоряемся, переворачивайся. Будем пожёстче? Вот так хорошо. Вот, другое дело же. Раньше-то почему так нельзя было? Вот. Вот так мне нравится. Гостям, мне кажется, совсем не понравилось. Можете сфотографировать меня, как я это всё делал? Мне улыбнут. Ты, конечно. Ну что, получилось? Ну есть, похож. Ярослав, давай. Теперь тебе надо окунуться в купеле. Ой, это хорошо. Я не ощутил себя банщиком и вообще не вижу себя в этом амплуа. В общем, выяснилось, что Дмитрий не банщик, не строитель, не пчеловод, да и карьеру доярки ему тоже не сделать. Я вижу, человек-то начитанный. Про баню ты знаешь. Теоретически. Теоретически. А в бане, похоже, никогда не был. Вот, давай. Давай мы с тебя сейчас, да? Давай раздевайся тебе немного покажем всё-таки. Хорошо, сейчас. Конечно, я теоретик. Практики я не знаю. И гости это сразу поняли. Давай. Конечно. Сначала мы разогреваем. Вот. Можно апохалами, как Ваня делает. Можно просто. Тот самый случай, когда ученики превзошли учителя, притом уже давно. Вот, это паренье. Это да. Блаженное лицо Дмитрия говорит о том, что просто лежать и ничего не делать ему нравится гораздо больше. Смотрю, продвигайся вперёд, не стесняйся. Удачи. Пперёд, вперёд. Не бойся, не бойся. У них возникла мысль спустить меня с этой гости. Ну, сборки, классно. Ну, Дим, боишься, что ли? Нет, я просто знаю поговорку, не лезь в воду, не знаю броду. Ну, если я сначала. Ну, давай. Вперёд, родная. Сейчас, 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 я сейчас. Мы живём для того, чтобы изучать, смотреть, творить, развиваться. И чтобы хоть как-то помочь в развитии, если не Муленковым, то хотя бы их дому... Подколу прибить на удачу? ...имон решил смыслить для него маленький подарок. Я, короче, вот что нашёл. Давай им подарок оставим. Старинный? Ну, дом без оберега – это вообще не дом. На этом коне скакал ещё какой-нибудь Шамиль. На горе стоял джигит. Он Богу молился. Сам дом обижен. Недолюбленный, ему не хватает внимания. Решил, что этому дому надо, ну, хоть какое-нибудь счастье принести. Это уже не куча ржавого металла. Всё, можно повесить. Иван оставляет домику в лесу прощальный подарок на удачу, потому что подошёл к концу третий день обмена дома. Время паковать чемоданы. Фотографии останутся на память, а впечатления увозим с собой. Дом, конечно, жёсткий у этих молодых. Этот проект дал мне возможность заглянуть, наверное, в будущее. И многие идеи, которые я хочу воплотить в жизнь, они приведены здесь. Проект мне дал видение законченности красивого участка. Я вижу, что это всё возможно. В подобных условиях, можно сказать, мы тоже жили. Здорово, что у нас уже другой уровень комфорта. Пока ты молодой, ты ещё можешь себе позволить такой романтизм, такой пофигизм. У них всё только-только начинается. И этот домик, как его не жаль, но он пойдёт под снос. Подводим итоги бюджета. Бояринцевы плюс тысячу рублей, а у Маленковых как не было ничего, так ничего и не осталось. А в магазин никто и не ездил, потому что там его рядом и нет. Трёхдневный интенсив по выживанию в чужом доме завершён. Участники высказывают всё, что накипело, и фиксируют впечатление на видео. Привет, дом. Если тебя так вообще можно назвать. Ты просто ходячая энциклопедия, точнее, стоячая энциклопедия классических строительных ошибок. Блин, даже ручки нет, а. Как тебя вообще сюда занесло, туда, где нет воды, я не понимаю. Вода непригодна для питья, мыться дождевой водой очень холодно. Сама добыча воды – это отдельный квест. Давай, потихонечку пошла. Ниже, ниже, опускайся, небось. Кстати, у тебя там в правилах было прописано, что надо следить за садом. За каким садом? Мы сада тут не нашли. В тебе жило пятеро детей, и мы практически ничего не сломали. Даже наоборот. Надёжно. Ручку для туалета сделали. В любом случае нам здесь жилось хорошо, это было интересно. Мы все побывали в тепле, на юге, в лете. Пожили своей семьёй, без гостей. Да, в трешнике. Тебе дом желаем совершенствоваться, строиться. А если что, есть все шансы всё нахрен снести и построить новый дом. Удачи. Удачи, дом. Пока-пока. Дорогой, милый дом. Ты поразил нас своими резными узорами, просторами и возможностями. Благодаря твоей печи мы были накормлены и спать уложены. Дым идёт, идёт, валит и валит. Уже глаза режет. Блин. Что-то делать надо. Козы твои просто красавицы. Жаль, что они посложные, пришлось за ними побегать. Но подоить мы не смогли, пришлось обращаться к соседям. А мне... Ой, не хихи, маме. Благодаря твоим пернатым друзьям у нас дома всегда были яйца. Если честно, я всегда боялся насекомых. Так, пошли, пошли, пошли отсюда. Но благодаря твоим пчёлам я окончательно понял, что хочу иметь свою пасеку. Баня у тебя, конечно, шикарная. Что-то подобное я думаю построить у себя. Мы желаем тебе процветания, расширения, детского смеха и много гостей. И будь счастлив. Пока. Пока. Вернувшись домой, Дмитрий начал строительство круглой бани. Правда, перед этим всё же подумывает вырыть колодец на участок. А Иван дополнительно к урокам банного дела планирует записать видеокурс, как не надо строить дома. Желание Алины и детей путешествовать и отдыхать пока не сбылось. Но Иван торжественно пообещал, что как только достроит тёплый загон для животных, так сразу же повезёт всю семью в венскую оперу. А батя слов на ветер не бросает. Ну, вот такой вот выпуск. Ну, знаете, вот Иван мне очень даже понравился. Такой молодец мужик. Вот реально руки работящие, мозги валят. Вторая, конечно, семейка. Боже, что он, что она. Это ужас, конечно. Это, наверное, самое ужасное условие, которое я видел. Вот реально. Я не знаю, как так можно жить. Причём переехали с Питера. Без понятия. С радостью прочитаю ваши комментарии. Увидимся в новых выпусках. Всем пока.